вот так будет наверно нормально пожалуй я включу свет еще привет друзья меня зовут арина агапова маркелова сейчас будем проводить трансляцию и ждем друзей сейчас окину в чат ссылочку на трансляцию чтобы было для кого проводить трансляцию подсоединился гена ждем остальных человек 10 наберется будем начинать напишите из какого вы города добрый вечер всем кто подключился сегодняшняя наша тема держитесь ли вы за трудовую книжку и топ-10 отговорок чтобы не строить бизнес вместе с нами привет борис так 4 человека напишите из какого вы города я обещаю из ростова-на-дону спасибо за классы кто еще не подписан на мои трансляции внизу есть кнопочка подписаться и поделитесь трансляцией спорная тема которая была и будет во все времена конечно во времена дикарей не была эта тема но сейчас она особо актуальна держитесь ли вы за трудовую книжку будет у нас такая некая беседа и во второй части трансляции я вам расскажу топ-10 отговорок чтобы не строить бизнес вместе с нами расскажу немного о себе я являюсь участница проекта всем миром вместе с мужем вместе со всей своей семьей кроме дочки потому что ей 12 лет а в проекте можно участвовать с 18 лет строим бизнес успешно развиваемся и ждем остальных нашу трансляцию пока смотрят 4 человека напишите из какого вы города поставьте класс поделитесь трансляцией чтобы было с кем беседовать время на моих часах 19.40 у меня московское время может быть у кого-то не московское опять человек дмитрий геннадьевич я объявление ростовская область меня смотрят 7 человек меня в одноклассниках более 4 тысяч друзей если вы добавитесь ко мне друзья вы будете получать от одноклассников оповещения что я в прямом эфире а потом когда запись обработается вы будете получать запись в виде оповещений спасибо за классы привет привет салам джонни подсоединился из старе подключился дженни али рустам 7 человек кто подключился представлю зовут меня ирина маркелова агапова я с 2013 года в бизнесе в проекте всем миром который раньше назывался gold line international я в него вступила в 2013 году и сегодня хочу поговорить с вами о том и хочу спросить держитесь ли вы за трудовую книжку и что вы ждете от пенсии вашей зоя подсоединилась девять человек ждем еще человека 35 и будем начинать напишите из какого вы города напишите кто меня знает напишите плюсики кто со мной не знаком поставки минусы кто наблюдает за моими трансляциями либо в ютюбе либо в одноклассниках либо в контакте либо в фейсбуке кто наблюдает за моей жизнью как я развиваюсь чего я добилась может за моими путешествиями поставки плюсики кто меня не знает поставьте минусы жду ваших комментариев напишите из какого вы города ангелина долматова подключилась елена не знает так остальные 11 человек у нас андрей ломовцев привет мария это юля не знает спасибо за классы поделитесь трансляции чтобы ваши друзья тоже подключились и участвовали может быть нас дискуссия будет вообще пообщались в разговоре на такую интересную тему как держитесь ли вы за трудовую книжку 12 человек у нас привет андрей магомед подключился напишите из какого вы города и кто подключился если вы меня знаете поставьте плюсики кто наблюдает может быть кто-то со мной в одной команде участвует юля тюмень я живу в городе азове это ростовская область команда моя насчитывает около 5000 человек но работают не все работает человек 300 есть моей команде и глухонемые люди которые довольно успешно развиваются вместе с нами в команде и отлично зарабатывают ну и так давайте начинать есть такая интересная тема держитесь ли вы за трудовую книжку и во второй части трансляции я вам расскажу топ-10 отговорок людей которые не хотят начинать бизнес привет да мир ну рано утром вы просыпаетесь чистите зубы и идете на работу и так вас происходит каждый день и жизнь некоторых людей похоже на сценарий от которых вас самих тошнит и вот таким людям как раз посвящена эта трансляция зачем люди ходят на работу они преследуют две цели первая цель эти люди и в том числе и вы хотят обеспечить свое настоящее и вторая цель обеспечить свое будущее вот каждый день человек идет на работу по-быстрому покупает какие-то полуфабрикаты есть бутерброды я жила в москве работала парикмахером я ездила на работу в одну сторону полтора часа с пересадкой рабочий день мой длился с 8 часов утра до девяти часов вечера 11 то есть это 13 часов мой длился рабочий день и приезжала я домой еще полтора часа ехала по москве и приезжала я домой в 11 часов вечера и мне ничего не нужно было вот кто был в москве когда вы в метро заходите вот такая колбаса из людей идешь и держишься вот так вот чтобы у тебя паспорт не отобрали потому что полиция проверяет регистрацию держишься за сумки за кошельки боишься трясешься чтобы взрывы в метро не были потому что когда я там жила 13 лет были взрывы в москве и последний взрыв я уже сделала вывод что валить оттуда надо пока жива надоело москва сейчас я живу ростовской области 1200 километров от москвы и работу парикмахером я полгода назад оставила трудового стажа у меня 6 лет до дорогие мужчины я замужем меня прекрасно муж борис который находится на этой трансляции поэтому попрошу не заигрывать не кокетничать не попросить вам что-то показать во весь рост не встаю никакие части тела не показываю в любви признаваться не нужно эта тема посвящена держитесь ли вы за трудовую книжку и топ 10 отговорок и хотела спросить кто кем работает напишите кто кем работает и по трудовой книжке или нет спасибо за классы и подпишитесь на мои трансляции под видео кто еще не подписался мир загаев такие вопросы тоже задавать не нужно или я буду блокировать и выгонять из трансляции ничего вы написать больше не сможете поэтому попрошу писать только по теме я эти трансляции веду чтобы обсудить конкретную тему если вам нужна какая-то развлекуха для этого есть отдельные сайты вам там за деньги все покажут напишите кто кем работает и держитесь ли вы за трудовую книжку андрей пожарный 16 человек у нас на трансляции и напишите если держитесь за трудовую книжку поставьте единичку если не держитесь за трудовую книжку поставьте минус потом я скажу держусь я за трудовую книжку или нет юля дефекта скопист вот смотрите вы ходите на работу и ваше предприятие где вы работаете отлить отчисляет в пенсионный фонд какую-то часть вы в курсе или нет я вам расскажу что пенсионный фонд это самая настоящая пирамида потому что пенсия выплачивается за счет идущих на пенсию и человек в течение жизни отчисляет сейчас у нас накопительная пенсия в течение жизни отчисляет какую-то часть пенсионный фонд но не все люди доживают до пенсионного возраста и те деньги которые человек на протяжении всей жизни отчислял в пенсионный фонд уходят другим людям на пенсию это самая настоящая пирамида в которую еще и рекламирует по телевизору и так и если вы например будете откладывать каждый день например по 2 доллара вот человек начинает работать где-то в 20 лет и заканчивает в 55 лет и мужчина у нас заканчивают в 60 лет в основном и вот эту вот часть если вы будете каждый день откладывать по 2 доллара напишите 2 доллара вот 120 рублей для кого реально отложить каждый день 2 доллара для кого реально поставьте плюсики можете вы откладывать 2 доллара на протяжении всей жизни каждый день 120 рублей для кого это посильно поставьте плюсики для кого не посильно поставьте минусы вот борис может 2 доллара в день он даже может больше откладывать 18 человек поставьте классы пожалуйста андрей может откладывать 120 рублей на свою пенсию к примеру даже в тот же альфа банк или в сбербанк хоть под 7 процентов можно в долларах но если в долларах или в евро то будет процентная ставка у вас ниже 15 человек давайте поактивнее кто может откладывать себе на старость 120 рублей даже 100 рублей в день для вас посильные деньги откладывать или нет поставьте плюсики кто не может откладывать себе на пенсию поставьте минусы к нам подключаются не всегда кто новенький подключился меня зовут ирина маркелова агапова в основном меня знают как ирина агапова я вышла замуж и теперь моя фамилия маркелова кто подключился тема сегодняшняя держитесь ли вы за трудовую книжку и топ-10 отговорок чтобы не строить бизнес спасибо за класс и вижу так что друзья 100 долларов в день можно отложить или нет поставьте плюсики и если не можно то поставьте минусы вот представьте саня не может откладывать 100 рублей в день а неужели это так много это 3000 рублей в месяц вот представьте если вы будете откладывать 2 доллара в день на протяжении всей жизни до 55 лет под семь процентов годовых нет работы а вот теперь посчитайте сколько у вас будет миллионов если вы будете откладывать 100 рублей в день вот 3000 рублей умножьте на 12 месяцев плюс еще капитализация процентов и в течение всей жизни вот я делаю именно так на работу я не хожу уже с 2013 года вот и теперь вопрос какую пенсию получат те кто был верен трудовой книжке среди ваших знакомых кто на пенсии они получают достойную пенсию как вы думаете кто думает что ваши знакомые друзья бабушки дедушки получают достойную пенсию я считаю что достойная пенсия это тысяч сто как минимум меня бабушка 40 лет проработала стрелочницей я считаю что ее пенсия должна быть не менее 100 тысяч мой папа всю жизнь провел по горячим точка у него пенсия чуть больше двадцати тысяч человек рисковал своей жизнью и получает чуть больше двадцати тысяч это недостойная пенсия я так считаю также и вы вы думаете что я буду работать всю жизнь и потом у меня будет стабильная пенсия нет друзья мои пенсия это ваш приговор я не верна трудовой книжке она у меня лежит и пустует привет тимур пенсия у меня будет и она сейчас уже есть я уже получаю пенсию я участвую в проекте всем миром кто не знает у меня в статусе есть презентация сейчас мне будут писать что вы лохотроны пирамида которая работает уже шестой год официально легально которые будут говорить что вот именно тимур до пенсии дожить надо сейчас вы будете мне говорить опять она пришла нам что-то впаривать конечно у меня в одноклассниках страница открыта именно для бизнеса и мое имя сейчас в сертификатах более пяти тысяч человек мало того что некоторые из них работают некоторые еще и платят ежегодное оказание ежегодно оказывает финансовую помощь в размере 100 долларов и вот это оказание мне приходят по 5 10 и 15 долларов от структуры от ежегодного оказания это моя вторая пенсия проект будет работать очень долго потому что передается по наследству и мои дети и внуки я также после моей смерти передам свой кабинет и он будет работать до тех пор пока на земле рождаются люди все лохотроны будут открываться как грибы скамиться закрываться как это и происходит и сейчас а мы будем работать зачем напрягаешься людям не объяснить но кто хочет тот включит свое мышление и осознает пока у вас вашем доме есть телевизор и пока вы смотрите средства массовой информации вы так и будете ходить и трудиться на дядю моей квартире нет телевизора я его не смотрю с 90-х годов потому что в телевизоре вас превращают просто в зомби поставьте плюсики кто не смотрит телевизор и поставьте минусу кто смотрит телевизор не его в квартире просто нет живо будем не помрем пока вы смотрите телевизор и вы убеждены что богатые люди обязательно наворовали что если кто-то ездит на дорогой тачке значит обязательно вор если человек богатый значит с ним скучно не интересно что он по головам пойдет добрый вечер мир забег зомби ящик удален все правильно по телевизору вам будут впаривать только то что выгодно государству чтобы вы превращались в быдло потому что государству это выгодно быдлом легче управлять чтобы вы были нищебродами потому что государству это выгодно вот пока до тех пор пока у вас в доме есть телевизор вы будете ходить работать на дядю вот теперь сравните ту пенсию что я вам обрисовала по 100 рублей в день если откладывать эту пенсию то что отчисляет ваше предприятие в пенсионный фонд какая пенсия выше меня зовут ирина маркелова агапова мне 40 лет до 37 лет я работала на дядю и была нищей сначала я работал педагогом потом я работала парикмахером в проект всем миром я вступила 2013 году создала команду более 5000 человек и сейчас купила третью недвижимость кто меня не знает либо сомневается что я вам тут впариваю или вру мой канал ирина агапова наберите или хэштег ира бизнес через z я не риная ирина и увидите после того когда обработается запись я свой канал скину в комментариях посмотрите мои плейлисты посмотрите мои путешествия посмотрите я сейчас снимаю каждый день моего ремонта в трехкомнатной квартире это третья недвижимость уже за четыре года все мои альбомы посмотрите все переводы даже не все переводы я не успеваю выставлять все переводы очень многие сомневаются а мы зарабатываем и идем вперед выход есть просто станете частью команды единомышленников которые уже зарабатывают хорошие деньги а это проект всем миром в котором нужно оказать помощь 100 долларов и активировать кабинет за пять долларов то есть пока вы не окажете помощь перевода вы получать не сможете нужно получить статус благотворитель и переходим ко второй части нашей трансляции кто подключился спасибо за класс и поделитесь трансляции подпишитесь на моей трансляции топ-10 отговорок почему люди не участвуют в нашем проекте первое у меня нет денег самая типичная отговорка но у меня нет денег можно рассматривать с двух сторон если у вас их действительно нет то в этом виноваты вы сами вы сами не развиваетесь вы сами довели себя до такого состояния татьяна это не гипноз это абсолютная правда поменяйте свое мышление и откройте глаза вы сами довели себя до такого состояния что у вас нет денег шесть тысяч рублей на то чтобы вступить в проект либо вторая сторона у вас они есть но вам просто их жалко да андрей сейчас мы перейдем еще топ-10 отговорок вам их просто жалко а теперь представьте что вы пришли в автосалон и вам не хватает 100 долларов на покупку мерседеса вы бы их нашли я думаю что вы бы их нашли вот проект предоставляет вам возможность купить и машину и квартиру и путешествовать несколько раз в год за это лето которое было я была в путешествиях три раза я была за полярным кругом смотрела полярный день в городе мурманске там я встретила своего будущего мужа я была в абхазии я была как в краснодарском крае и я летала со своей семьей в болгарию вот кто не верит можете зайти на мой канал и посмотреть все мои видео дальше следующая отговорка да у меня нет времени сутках 24 часа а на проект всего надо например один час в день для того чтобы строить долгосрочный бизнес на долгие годы которые передаются по наследству достаточно всего одного двух часов в день следующая отговорка я родился не в то время не в лишь бы не участвовать у них есть терпение ходить на работу 40 лет и не хватает терпения построить бизнес за три года дальше вот если бы я раньше вступил в проект я бы заработал какая разница что сейчас вступить мы не пирамида у нас нет верха и нет низа вы могли вступить и в 2011 году и вы могли вступить в 2017 году кто работает тот и получает привет с батайска привет алексей это совсем рядом 10 километров от меня то есть не важно когда вы вступите в проект в этом году или в следующем году просто каждый ваш упущенный день это ваша упущенная прибыль пока вы думаете мы зарабатываем кто не верит как я зарабатываю зайдите на мой канал вот я как раз снимала свой кабинет буквально вчера называется по-настоящему международный бизнес показывала что люди у нас из сша из италии из испании из турции и так далее алексей я живу в азове дальше четвертая отговорка я плохо знаю русский язык у нас проект международный друзья и google переводчик вам в помощь у нас есть партнеры и из америки я уже говорила из испании так далее дальше у меня нет знакомых которые бы под это дело подписались вы знаете друзья у меня ни один знакомый кроме моей семьи ни один родственник и ни одна подруг подруга не состоят в нашем проекте я их даже сюда не звала зато они за мной наблюдают и мне завидуют некоторые даже пытаются вставлять палки в колеса от зависти жмут меня жалобы в социальных сетях и так далее угрожают мне что твой канал заблокируют и так далее нет бы развиваться вместе с нами в нашей команде они просто завидуют дальше так что интернет большой не обязательно иметь знакомых которые пойдут в проект под вас на планете живет и всегда говорю семь с половиной миллиардов человек и тем более я обучаю бизнесу моя методика обучения для моих рефералов стоит 750 рублей эти уроки я писала два года и моя команда их успешно используют в своем бизнесе и кто их правильно используют и не ленится у того все получается и переводы идут нам каждый день шестая отговорка я слишком молод или я слишком стар я вот пенсионер я ничего не знаю я ничего не умею на эти друзья было бы желание я пришла проект в тринадцатом году и меня только-только появился компьютер я даже одним пальцем печатала алексей подписала москва чтобы народ из москвы смотрел потому что там народу больше и на трансляции придут больше людей вот так что возраст не помеха человеческий мозг развивается до самой смерти и я до сих пор учусь я еще многого не знаю в интернете учусь учусь развиваюсь хожу на тренинги онлайн и иду вперед потому что надо идти в бизнесе в ногу со временем и плохо знаю компьютер это седьмая отговорка кто хочет тот будет учиться у меня и у моего мужа на канале есть уроки обучающий для чайников для бабушек для дедушек как класс поставить кстати кто знает как поставить класс под видео есть поставьте класс и поделитесь этой трансляции также подпишитесь на мою трансляцию 8 отговорка чтобы не быть в нашем проекте все друзья против мама папа мой муж моя жена собака кошка морская свинка хомячок все знакомые все против а вы не плывите по течению как они вы плывите против течения и покажите им что вы можете добиться все друзья которые мне четыре года назад говорили да алексей я замужем и борис кстати мой муж смотрит сейчас эту трансляцию не надо спрашивать такие вопросы вопросы задавайте только по теме хорошо все знакомые которые были против что у тебя ничего не получится что проект скоро закроется сейчас просто нервно курят в сторонке и наблюдают как я делаю ремонт в трехкомнатной квартире в своей третьей недвижимости дальше у нас с мужем цель купить townhouse надо еще здесь немножко пожить и доделать ремонт который идет концу 9 отговорка я живу не в той стране а вы знаете в стране у нас кризис на какой кризис кризис у вас в голове никакого кризиса нет почему я не испытала кризис когда цены росли все это у вас в голове меняйте мышление и идите вперед и последняя отговорка 10 я не умею приглашать а вы вообще пробовали приглашать очень многие неправильно приглашают пишут в личку что приходите у нас такой замечательный проект знаете я приглашаю методом стула кто не знает что это такое вот так вот когда вы на себя стул притягиваете то есть человека тащите говорить о у нас такой классный проект все замечательно потом стул отпускаете и он что делает он отталкивается от вас это метод стула а когда в наоборот человека отталкиваете говорите вам сюда не надо работаешь вот где работаешь там работой то есть на стране нужны и учителя и банкиры и дворники и консьержки и продавцы и кто хлеб печет и так далее у кого война вы с украины сергей у нас очень много партнеров с украины чалтырь рулит в общем 10 отговорок я вам рассказала презентация проекта всем миром который работает 2011 года у меня в статусе ссылочка на регистрацию также у меня в статусе мой skype ира бизнес кто не верит о чем я рассказываю здесь можете посмотреть все мои доходы переводы и так далее на моем канале все плейлисты я три года веду свой канал я снимаю всю свою жизнь как я переезжала с квартиры на квартиру где отдыхаю и где отдыхала все это на моем канале есть то есть весь мой путь к миллионам в моих видео на моем канале сейчас я жду ваших вопросов спасибо за класс и если у вас какие-то вопросы напишите если вопросов нет тогда мы будем с вами заканчивать кто еще не подписался на мои трансляции под видео подписаться на трансляции и вам будет приходить оповещение о том что ирина агапова маркелова сейчас прямом эфире и также будет приходить вам оповещение запись этой трансляции если вы будете у меня в друзьях кстати там лимит 5000 друзей еще 400 человек приму в друзья и все да все на выход я теряю друзей у кого кризис в голове у кого уволили с работы кто не хочет больше работать на дядю выкидывайте свои телевизоры продавайте свои телевизоры и будут у вас деньги чтобы оказать помощь проекте всем миром и успешно развиваться вместе с моей командой поэтому пока пока а кто не хочет менять свою жизнь не меняйте мы с вами уже обговорили получаете копеечную пенсию которая у вас будет уходить на лекарства потому что всю свою жизнь вы отдадите вместе с возрастом и свое здоровье и на коммунальные услуги будет уходить вот и все так что всем пока